Привет, друзья! Давным-давно я делился рецептом приготовления куриных грудок в фольге. Рассказывал, как сделать так, чтобы они были нежные, вкусные, ароматные, в общем, идеальные. Ничего не поменялось. Я до сих пор запекаю куриные грудки именно так, в фольге, и знаю, что многие из вас теперь делают точно так же. Поэтому сегодняшний рецепт – это такая, скорее, вариация на тему с небольшими изменениями. Ну и плюс хочется рассказать об этом рецепте, об этом способе приготовления тем, кто о нем еще не знает и до сих пор думает, что куриные грудки – это сухо и невкусно. В общем, повторение мать учения. Поехали! Кстати, куриную грудку я всегда покупаю целиком и уже сам разделываю на филе. Кости всегда сохраняю, отправляю в морозилку, а потом готовлю из них прекрасный куриный бульон. Как это сделать, можете посмотреть в отдельном видео, ссылка, как всегда, в описании. Начинаем с того, что сооружаем из фольги небольшие конвертики. Фольгу лучше использовать в два слоя, чтобы ничего не протекало. Делать это сразу в фольге очень удобно. Ну, прежде всего, конечно, потому, что пачкается меньше посуды. В каждый такой конвертик складываем по филе, добавляем соевый соус. Немного оливкового или кунжутного масла. Я очень люблю использовать именно кунжутное. Оно создает такой неповторимый аромат, который прекрасно сочетается с куриной грудкой. Сверху посыпаем грудки какими-нибудь сушеными ароматными травами. Травы, кстати, могут быть и свежими. И вообще, подключайте здесь фантазию и используйте те приправы, которые вам нравятся больше. Обычно я использую то, что нахожу в шкафчике. Очень, например, люблю тимьян. Его чаще всего и добавляю. Сверху на каждую грудку можно положить по лавровому листику. Это также по желанию. Можно добавить немного раздавленного чеснока. В общем, опять же, экспериментируйте. Хорошо запаковываем грудки в фольгу, так, чтобы она плотно прилегала к филе. Постарайтесь при этом сделать это аккуратно, чтобы фольгу не порвать. Получившиеся конвертики сразу складываем в какую-нибудь форму для запекания или противень. И забываем про грудки минут на 20. Это поможет им немного промариноваться и в результате стать еще нежнее и сочнее. После этого отправляем грудки в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов, где грудки будут запекаться в течение 25-30 минут, в зависимости от размера. Достаем из духовки, даем минут 10 отдохнуть в фольге, затем открываем и можно сразу подавать. Или целиком, или нарезая на кусочки. Даже в соусе никаком эти грудки не нуждаются. Максимум, что можно сделать, это полить их тем соком, который остался в фольге, и приправить солью и перцем. Гарнир на ваш выбор. Я очень люблю с зеленой фасолью, каким-нибудь зеленым салатом или свежими овощами. Попробовав приготовить такие куриные грудки хотя бы раз, вы просто напрочь забудете обо всех других способах. Они действительно получаются очень вкусными и ароматными, а самое главное, остаются нежными и сочными. В общем, идеальными. Подробное описание способа, как всегда, найдете в блоге, ссылку найдете под видео, там же список ингреди... Хотя, какие здесь ингредиенты? Все равно, оставляйте свои комментарии, лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Саша Cooking Time. Пока-пока!